Это не прогулка, это полоса препятствий, отмечает Арсен Базаев, инвалид-колясочник и спортсмен. Буквально вчера он официально стал общественным помощником главы Каспийска и получил удостоверение, а уже сегодня активно принялся за работу. Совместно с сотрудниками отдела муниципального контроля администрации он совершил массион по улице Халилова, излюбленному месту всех каспийчан. И вот, что они там увидели. Я могу сказать, что полностью отсутствует здесь доступная среда. Съезды на дорогу, вот этот подъем узкий, не соответствует по нормативам абсолютно. И вот сегодняшняя прогулка, я могу сказать, это была не прогулка, это было преодолевая полоса препятствий. И это было действительно очень трудно, и мне ребята, которые были рядом со мной, помогли в многих местах подняться и спускаться. Сегодня хотелось бы, чтобы нашим маломобильным гражданам было доступно, и нашим молодым мамам, которые с детьми выходят на прогулку, чтобы у них не было проблем во время прогулки. Подобные неровности являются крайне опасными для человека на коляске. Один такой, на первый взгляд, незначительно неровно заложенный бордюрный камень, чуть не лишил жизни Арсена Пашаевича. Темным вечером, проезжая на коляске по улице Халилова, он не заметил данную преграду и вылетел прямиком на проезжую часть. Там его чуть не сбила машина, благо водитель вовремя остановился. И таких преград по улицам Каспийска масса, как и работы по ее устранению. Отметим, что все моменты были зафиксированы на камеру смартфона сотрудниками муниципального контроля. О том, какие действия будут производиться в этом направлении и в дальнейшем, рассказал начальник отдела Салман Хузбуддинов. Выявлено было достаточно много замечаний, по которым будут выписываться предписания. И управляющим компаниям, и городским организациям, и юрлицам, и физлицам, имеется в виду, будет определен круг ответственности, ответственных лиц за эти нарушения, за эти замечания, и им будут выписаны предписания. С указанием конкретных сроков, в случае неисполнения этого предписания, материалы будут в дальнейшем направляться по управляющим компаниям госжилой инспекции, вплоть до лишения лицензии, по юрлицам и физлицам, правоуправления администрации для обращения в суд, для штрафных санкций. Дабы избежать штрафов, владельцам коммерческих организаций настоятельно рекомендуют не тянуть время, а сделать пандусы и бордюры, согласно предусмотренному закону. Это позволит маломобильной группе населения ощутить себя важной частью жизни города и знать, что о них тоже заботятся. Продолжение следует...